В Самарском зоопарке призывают весну. Старинный славянский праздник жаворонки на Руси отмечали с особым размахом. Наши предки верили, птички на своих крыльях приносят теплую погоду. А чтобы весна не задерживалась, пекли жаворонков. Эту традицию соблюдают и сегодня. Семилетняя Амина Рзаева в зоопарк обычно приходит посмотреть на животных, а в этот раз пробует себя в роли настоящего повара. Пока делала птичку из теста, уже придумала имя. Мне больше всего понравилось делать животных. Я назвала своего жаворонка весенняя солнечная птичка. Праздник в Самарском зоопарке устраивают ежегодно. Это уже стало доброй традицией. Для юных гостей приготовили игры и познавательные рассказы о пернатах. Такой интерактив для ребят только на пользу, отмечают родители. Ребенок у меня остался в восторге от мастер-класса по жаворонку. И в таком чудесном месте, потому что не всегда получается плететь в самарский зоопарк. Здесь очень много животных, и сплочения, и информация для ребенка, мне кажется, довольно-таки хорошая. Жаворонки – первые птицы, которые возвращаются с юга в родные края. Жаворонки прилетели к нам в область примерно неделю тому назад. То есть весна с этой точки зрения наступила. И что интересно, что та мелодия, которую все мы знаем по передаче «В мире животных», на написании этой мелодии, на названии самой мелодии – это жаворонок. И когда-то, когда ее придумал Коль Мариа, известный французский композитор, он вдохновился именно песней полевого жаворонка. Их можно встретить в лесах и на лугах. За улоги говорят, у этих пернатах есть потрясающий талант – умение петь. В Самарской области можно встретить шесть видов жаворонков. Это не очень приметные птички, чаще всего не яркая окраска у них, зато у них очень красивые, приятные песни. И если вы будете выезжать на природу, то ранней весной на полях можно услышать именно песню жаворонка. Для того, чтобы сделать выпечку в форме жаворонка, сначала раскатываем тесто в жгутик. Теперь мы жгутик завязываем в узелок. С одной стороны у нас получается голова птички, а с другой стороны хвостик. Далее мы хвостик надрезаем, а голову украшаем гречкой. Вот такой жаворонок у нас получился. Теперь можно смело встречать весну. Чем румянее получится выпечка, тем удачливее будет год, верили наши предки. Сегодня свежеиспеченные жаворонки достались не только посетителям, но и обитателям зоопарка. Задабривать животных – еще одна добрая традиция в зоопарке, чтобы ускорить приход весны. Ксения Баканова, Николай Епифанов, События. Ксения Баканова, Николай Епифанов, События.